Это программа Russian Slow Motion. Я вас приветствую, и сегодняшний выпуск у нас особенный, потому что он целиком и полностью будет состоять из экспериментов, которые ни в коем случае нельзя повторять самостоятельно. Мы начнем с того, что я попрошу своих коллег, вот как раз этих, плеснуть себе жидким азотом в лицо. Что у нас получится? Сейчас увидим. Просто напомню, жидкий азот – очень холодная субстанция. Его температура – минус 196 градусов. И если что-то биологическое опустить в жидкий азот, то… Классический фильм «Терминатор», думаю, все помнят. Это что-то превратится в лед. В одной из наших предыдущих программ я уже опускал руку в жидкий азот. Но то рука. А сейчас мне будут плескать азотом в лицо. В общем, признаюсь, честно, было страшновато. И да, чуть не забыл. Наши скоростные камеры Evercam помогут вам увидеть все подробности. Но пока съемка на обычной скорости. Давай, готов? Раз, два, три. Ух ты ж, промахнулся. Что ж ты в волосе-то делаешь? В лицо же нужно делать. Что ж ты делаешь-то, братик-то? Мое возмущение насчет волос вполне объяснимо. Когда жидкий азот соприкасается с кожей, он начинает испаряться, и каждая капелька как бы окутывается паровым одеялом. Азотом в газообразном состоянии. Это одеяло, как прослойка, защищает кожу от ожога. Но очень недолго. Буквально одну-две секунды. Дальше, здравствуй, минус 196 градусов, и, как следствие, термический ожог. На открытой коже капельки азота не задерживаются. Они падают, если нет чего-то, что удержит их. А это, например, волосы или одежда. Как вы думаете, куда мне плеснули азот во время второй попытки? Раз, два, три. Опять ты промахнулся. Это что-то происходит, да? На скоростной съемке Эверкама это, конечно, выглядит эпично. Одежда, как и волосы, впитывают жидкий азот. Капли уже не могут просто сваливаться вниз, и все минус 196 градусов начинают быстро охлаждать мою кожу. Майка буквально за секунды превращается в кусок льда. Все, что остается мне, это выбивать руками азот из ткани и не давать коже напрямую соприкасаться с заледеневшей одеждой. По закону жанра, с третьей попытки у нас все получилось правильно. Раз, два, три. Ох, дымишься. Живой? Все? Да, нормально. Все? А почему оператор описывался? Теперь по ощущениям. Жидкий азот в лицу – это как окунуть голову в холодную родниковую воду. И есть несколько важных «нельзя». Нельзя держать глаза открытыми – получите ожог. Нельзя вдыхать в себя воздух. Наоборот, надо выдыхать его, чтобы в нос не попали капли азота. И, наконец, нельзя использовать много жидкого азота. 100-150 граммов максимум. Бодрит? Да, хорошо. Во второй части программы у нас, как всегда, необычный гость. В этот раз он попросит меня сломать, а его спину – черенок лопаты. Смотрим дальше. Итак, у нас в гостях силовое шоу «Русский характер». Опять Сергей, и опять мой вопрос, что ты нам сегодня покажешь. Всем привет. Антон, а ты бил когда-нибудь у человека? Не то, что бил, но дрался. Тебе сегодня предоставляется возможность дать меня – я даже волнуюсь, что эти ложки спотели. Дать меня настоящей палкой, черенком. Я тебя должен бить черенком от лопаты куда? По голове? Ты мне должен, ты меня долбанешь со всей силой. Не, по голове не надо бить. Голова одна. Сергей уже второй раз приходит к нам в гости. В прошлый раз он надувал и лопал грелку. В этот раз без травм, видимо, обойтись не получится. Так, что мне нужно сделать, чтобы наверняка тебя сломать сразу палку? Да возьми просто и долбани меня со всей силой. А мне разозлиться нужно? Конечно, давай. Крикни. А-а-а! Не. А-а-а! Все, давай, бей. Нормально? Все, давай, нормально. Давай, бей уже быстрее. Давай. Раз. Раз. Два. Два. Сильно. Оп! А-а-а! Если вы думаете, что сломать черенок лопаты от человека просто, ну, что тут сказать? Возьмите сами и попробуйте. На счет три. Раз. Два. Три! Ну, почти. Давай, добивай, добивай, добивай. И-и-и-и. Три. Два. Есть, есть, есть. Все. Хорошо, что у нас есть скоростная камера. Ее съемки позволяют, ну, хотя бы насладиться выражением моего лица. Кажется, что еще немного, и палка сломается просто от испуга. Это вторая попытка. Черенок трескается. Дальше будет попытка номер три. Кстати, у этого аттракциона есть небольшие секреты. Бить надо в определенное место, чуть ниже плеча, там, где много мышечной массы. И контакт с телом должен быть у основания палки. Тогда создается дополнительный эффект инерции, и черенок после удара продолжает движение и доламывает сам себя. Три. Два. Есть, есть, есть. Все хорошо. Все хорошо, я живой. А теперь давай, а теперь ты меня. Я могу тебя как вампир, вампира. Вот так вот, да? Этот эксперимент травмоопасен. Вот что остается на теле Сергея каждый раз, когда он его проводит. В общем, девиз сегодняшнего выпуска – не надо пытаться это повторить самостоятельно. Ну, пожалуйста. Это был проект Russian Slow Motion. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на замедленном видео. И вся необходимая информация в описании к этому видео читайте внизу. Всем счастливо и до новых встреч. Сделал. Ура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok